Привет! Сегодня я разберу тему, что такое лимфатическая система и зачем она нужна. Лимфатическая система состоит из лимфатических узлов, вы знаете, близко расположены к коже, подчелюстные лимфоузлы, шейные, подмышечные, паховые. Они увеличиваются, если мы болеем инфекционными заболеваниями, и это совершенно нормально. Они активируют свою работу и вырабатывают больше лимфоцитов. Лимфоциты будут циркулировать по лимфатической жидкости, которая находится в лимфатических сосудах. Она проходит через весь организм и выполняет защитную функцию. Зачем нам нужна лимфа и почему ее надо чистить? Если лимфатическая система будет работать плохо, то мы будем отечными, будем часто болеть, организм не будет очищаться от токсинов, которые вырабатываются в процессе обмена веществ. Также будут плохо усваиваться питательные вещества, все витамины, которые мы пьем, не будут доставлены к клеткам. Будет нарушаться баланс жидкости в организме. 70% лимфоузлов находится в кишечнике, поэтому так важна правильная работа кишечника, чтобы там не было процессов брожения и гниения. Тогда лимфа будет плохо очищаться и плохо выполнять свою функцию. Помимо этого, лимфа переносит хиломикроны. Это продукты переваривания жиров. От лимфы зависит усвоение жирорастворимых витаминов. Вот мы часто пьем витамин D в добавках, все знают, что дефицит витамина D в средней полосе очень распространен. Но витамин D не усвоится, если нет правильной работы лимфатической системы или если кишечник не в порядке. Кстати, лимфатическая система очень влияет на наш внешний вид. Многие люди, которые считают себя полными, толстыми, на самом деле просто отечны. Если наладить работу лимфатической системы, то они будут выглядеть гораздо стройнее. Начинаем, конечно же, с кишечника, потому что там находится 70% лимфатических узлов. Налаживаем переваривание пищи. Если пища переваривается плохо, она будет вызывать в кишечнике процессы брожения и гниения и как бы отравлять наш организм, потому что в кишечнике происходит всасывание питательных веществ. Если у вас нет обострения гастритов и язв, принимайте бальзам Болотова в профилактической дозировке. Он обеспечит качественное переваривание пищи, чтобы ничего не заставилось в кишечнике и не осложняло работу лимфатической системы. А дальше я хочу рассказать об очень интересной методике для очищения лимфы. Нам понадобится сироп солодки и сорбент, например, энтеросгель или аминосорб. Берем сироп солодки или же корневище солодки для приготовления настоя. Нам понадобится столовая ложка сухих корневищ на стакан воды. Нужно будет прокипятить в течение получаса и полученный настой нам заменит сироп солодки. А сироп солодки можно купить просто в аптеке. Данная методика применяется натощак. Вы можете поставить утром себе будильник и выпить столовую ложку сиропа солодки либо настоя корневищ и запить это все теплой водой. Затем перерыв час. За этот час солодка будет работать у нас в кишечнике. Она будет вытягивать из лимфатических узлов загрязненную лимфу, то есть ускорять вот этот вот обменный процесс. Пойдет очищение. У вас может появиться слизь в носу, вы можете ощущать слезы в глазах даже, потому что глицериновая кислота из солодки начинает активизировать всю работу лимфы. Токсины поступят в кишечник и через час для того, чтобы собрать все эти вредные вещества, нужно будет принять сорбент. Это может быть, например, энтеросгель, аминосорб. В принципе, активированный уголь тоже может подойти, но он может способствовать запорам, если у вас есть такая склонность. Когда через час вы приняете сорбент, он выведет все эти токсичные вещества из вашего организма, свяжет и будет выводить через кишечник, не даст им всосаться обратно. Эту методику можно провести курсом, например, 4 дня подряд или в таком более расслабленном режиме раз в неделю в течение месяца. Можно делать это в течение утра, то есть вы встали, выпили, через час-другое выпили. Но мне, например, не нравится ходить все утро голодной, не пить кофе. Мне нравится поставить себе будильник пораньше, принять солодку, потом лечь снова спать, через час звонить в следующий будильник, я принимаю сорбент и уже через час встаю окончательно в отличном настроении, завтракаю, пью кофе. В этот день я точно буду выглядеть хорошо. Эта методика позволяет согнать отеки, выглядеть более свежо и чувствовать себя энергично. Кстати, если вы будете заниматься чисткой лимфы, вы можете даже заметить, что запах пота стал более нейтральным и перестал быть резким. Наша лимфа сейчас зачастую перегружена из-за большого количества химикатов, пластика в обиходе, из-за плохой экологии, большого количества инфекций, вирусов, тот же самый коронавирус, который постоянно мутирует и продолжает нагружать наш организм. И проводя очистку лимфы, мы как бы нивелируем все вот эти вот нюансы нашей современной цивилизации, очищаемся и становимся бодрее и моложе. Между прочим, этот метод с использованием солодки одобрен доказательной медициной. Это не какой-то там бабушкин способ. Солодка содержит в себе дубильные вещества, органические кислоты и глицеризиновую кислоту, что самое главное. Она относится к сапонинам, это такие вещества, которые как раз разжижают лимфу, усиливают секрецию желез и таким образом очищают нашу лимфу. Благодаря глицеризиновой кислоте ткани активнее выводят жидкость и она направляется через лимфатические сосуды на очистку в лимфатические узлы. Солодка оказывает слабящее, мочегонное действие. Очищение просто активизируется по всем фронтам. Печень и почки будут фильтровать продукты обмена веществ. А сорбент, который мы выпили, поможет все это вывести через кишечник и избежать обратного всасывания. Помимо этой методики с солодкой, не надо забывать и про базовые правила для текучести лимфы. Нужно пить побольше воды. Особенно подогретая вода хорошо влияет на ток лимфы. Далее, правильное питание. Трансжиры будут плохо перевариваться и перенос хиломикронов через лимфу будет затруднять ее отток. То есть жиры должны быть натуральными. Это могут быть и животные, и растительные жиры. Главное, не промышленно переработанные трансжиры. Далее, движение. Лимфатическая система не имеет насоса, как кровеносная. Кровь же у нас качает сердце. Лимфа, нет такой системы для лимфы. Ее двигает именно наша мышечная работа. Поэтому важно двигаться, важна физическая нагрузка, ходьба. Утром можно делать лимфодренажные прыжки. Это очень щадящие прыжки, которые даже не вредят коленям. Не отрывая мыски, мы прыгаем, просто ударяясь пяткой об пол. Сто прыжков, как только вы проснулись. Это даст толчок активности лимфатической системы. Как еще можно помочь лимфе, кроме питья, физической нагрузки, мои методики с солодкой. Это, конечно же, баня. И это, конечно, массаж. Массаж может быть лимфодренажный, который специально такой более поверхностный, активизирующий обмен в лимфатических сосудах. И классический массаж. Классический будет действовать по-другому. Он снимает зажимы с мышц, и таким образом тоже кровоток, лимфоток начинает активизироваться. Дома самостоятельно можно делать лимфодренажный массаж с помощью сухой щетки. Массаж сухой щеткой имеет в своей основе схему гоним лимфу от периферии к центру. То есть с конца руки, от кисти руки, от стопы ноги мы гоним все к главным лимфатическим стволам, которые находятся у нас в грудной клетке. Так мы всю грязную лимфу сгоним в центр, и она будет активно очищаться. Вот такими простыми способами можно помочь работе своей лимфатической системы. Выглядеть лучше и чувствовать себя бодрее. Всем здоровья и хорошего настроения!